Существует некоторая разница между просветлением и самоосознанием когда речь идет о просветлении то в нем не подразумевается бытие душа потому как она уже просветлена душа уже является истиной всех основ она покрыта майей пракрити иллюзорной оболочкой природы и майя делает все что в ее силах чтобы каждый миг существования был совершенством она старается дать пуруши чистому сознанию счастье пленить его своим очарованием чтобы вовлечь в игру вот вот почему вселенная получилась такой красивой такой привлекательной изысканной вселенское бытие желает пракрити это ичха шакти для этого пракрити создала восприятие читту которая образовала тяготение в природе дабы положительное и отрицательное отталкивалась и притягивалась друг к другу вызывая таким образом движение это и другое находясь в сознании непрерывно движется взад и вперед это и есть сила влечения которую человеческий ум воспринимает как любовь творение подарила возможность жить во вселенной постоянно находясь в силе притяжения любви и так у нее появилось множество граней материнская любовь манта отцовская любовь адаш любовь сестер снег любовь супругов праная действие силы притяжения явно различима во многих существах будь то животные цветы деревья реки океан или планеты это естественная сила известная как неяди или судьба которая превыше всего и непременно должна происходить она не может быть подконтрольно никакой энергии никакой силе не человеческой не божественной вы всегда пребываете под действием силы тяготения мы все находимся под действием этой притягивающей энергии известный как майя мост между пуруши и пракрити которая призвана творить этот мир и так здесь нисхождение пуруши как формы света создала эволюцию эволюция стала основой для создания планет создания чувств сознания ума и разума непознанная могучая сила которую мы обозначили как брахман не имеющая собственной индивидуальности но присутствующая во всех индивидуумах носит название кала и она везде суще это высшее сознание все описанное переживается только йогами это не какая-то философия это только правда истина как она просто есть истина и ничего кроме когда ее представляет и визуализирует человеческий ум она является ему в образе бога наше воображение дало богу множество имен но все это плод воображение человеческого ума а вовсе не пережитый опыт все что вы сегодня знаете все это ум ум который определил что вселенная бесконечно и за ней ничего нет и который также проник во внутренний мир и вел такие понятия как душа бытие брахман такое осознание пришло в ум и вот это его просветление теперь заботится о том чтобы просветить также и такие материи как манас ум будхи разум читта восприятие агамкара эго это стало дхармой религией или предписанием долга дхарма дхарми каждая сущность имеет свое предназначение это значит что каждая материальная сущность дхарми имеет свою тонкую астральную и еще более тонкую космическую составляющую из которой она произошла и которая является ее идеей дхармой такая дхарма предназначена для будущего это своего рода признаки отпечатки будущего существует знаки слепки будущего точно так же как и прошлого и настоящего атита вартамана и анагата атита это самскары из прошлого вартамана то что реализуется в настоящем анагата дхармы для создания будущего примечания мы имеем текущий уклад жизни потому что у нас есть самскары прошлого пока вы не уберете самскары прошлого вы не сможете войти в настоящее когда атита самскары стираются проявляется настоящее вот где может помочь медитация настоящее создает причины для будущего признаки же настоящего известны как результат прошлого это все ум то что известно как переживание бога все воображение ума мы до сих пор не вышли за пределы переживаний ума которые мы называем опытами теория эволюции говорит что у каждой вещи есть свой центр притяжения вокруг которого она пребывает подобно этому любовь всегда рядом с душой когда нечто возвращаясь становится своим истоком это сатья истина так происходит эволюция сознание это постоянное развитие разум постоянное развитие они эволюционировали всегда и сейчас развивается все дальше и дальше притягиваем и противоположенными энергиями они отходят от своих центров отдаляясь от себя сливаются с другими и растворяются в них когда противоположенные энергии встречаются они начинают создавать новые планеты новую жизнь все это происходит внутри восприятия сознанию присущие настоящее хотя она бывало и в прошлом и знает будущее для этого у нас есть подсознание внутреннее сознание где все хранится и все что приходит приходит оттуда если освободиться от подсознания то сознание устремляется в будущее вот так действует сила притяжения в результате непрестанного развития мы обладаем ныне таким множеством грубых и тонких органов чувств и такое разнообразие джив живых существ и дживатом воплощенных душ существует во вселенной и все время создается что-то новое прошлое переходит в настоящее а настоящее в будущее таким образом во вселенной у всего есть своя неповторимость как люди мы тоже обладаем своей неповторимой личностью душой атмой снизошедший от союза параматмы и пракрити нисхождение происходит сразу двумя путями параматма создает атму а пракрити материальный мир дом где поселяется атма сегодня мы знаем себя как наиболее могущественных существ на планете однако представьте у нашего ума огромная сила воображения так что пообразите себе на мгновение что в этой вселенной живут также другие инопланетные существа гораздо умнее и гораздо разумнее нежели люди божества индийская философия называет их девами и деви и где-то там во вселенной они живут создав прекрасный небесный мир они управляют природными элементами пуруши и пракрити землей водой огнем воздухом и эфиром лона всего это